В Испании есть закон, по которому окупос, ну или сквотер, то есть человек, который проник в жилище незаконно, может признаться собственником этого жилища, этой недвижимости. Для этого, по сути, нужно выполнить всего пять условий. В одном из своих видео я заикнулся о том, что есть такой закон, и тут на меня посыпалось. Да ты ничего не знаешь, да ты такой, да ты сякой, короче, куча-куча-куча негативных комментариев от всезнающих мира сего. Чтобы окупоса признали собственником недвижимости, в которую он проник, ему нужно выполнить всего пять условий. Первое условие – добросовестное владение, то есть человек должен быть искренне уверен, что данная недвижимость должна принадлежать именно ему, что он должен быть законным собственником данной недвижимости. Второе условие – это публичное владение, то есть владение не должно быть скрытым. То есть, что это означает? Это означает то, что человека должны знать в лицо соседи, и, может быть, знать то, что он там живет или они там живут, потенциальные хозяева данной недвижимости. Если, конечно, они имеются. Третье – это непрерывное владение, то есть человек должен находиться там, жить в этой недвижимости на протяжении от, в среднем по Испании, от 10 до 30 лет, там, в зависимости от региона. Есть, конечно, и ниже сроки, там, опять же, в зависимости от региона, в зависимости от того, какую недвижимость человек занял. Четвертое обязательное условие – это отсутствие оспаривания. То есть, у данной недвижимости либо не должно вообще быть никаких владельцев, либо эти владельцы не должны предпринимать никаких попыток вернуть данную недвижимость себе в собственность на протяжении всего срока владения. И, наконец, пятое – человек, оккупирующий данную недвижимость, обязательно должен подать заявление в суд на признание его собственником данной недвижимости. Продолжение следует... Продолжение следует...